То, что происходит сейчас с Россией, следствие того, что она так и не осудила коммунистический режим. А ее нынешний руководитель Владимир Путин позволяет себе достаточно фривольно обращаться с историей. А она такого не прощает. Историк Василий Жарков опубликовал статью, в которой размышляет о будущем России и о том, что россиянам, которые не поддерживают войну с Украиной, нужно делать уже сейчас. Об этом, а также о том, почему диктатура и нацизм крайне избирательны. В выборе своих последователей мы поговорили с Василием Жарковым накануне. Смотрите. Василий, вы знаете, много очень людей в России и те, которые выехали из России, которые не приветствуют, а крайне осуждают политику Путина и режим Путина. Они часто пытаются найти аналогию какую-то историческую с тем, что сейчас происходит с Россией, с каким-то историческим периодом, и задаются вопросом условно. А вот у нас там сейчас, не знаю, Германия 30-х годов или 40-х. Но понятное дело, что история не повторяется один в один и секунда в секунду. Но если представить, через 100 лет, как вы думаете, потомки нынешних россиян, как будут называть нынешний период? Я не сомневаюсь в том, что этот период будет назван одной из самых позорных, а может быть, самой позорной страницей в истории России. В этом нет никакого сомнения уже сейчас. Это действительно самое ужасное, что произошло в российской истории, с того, что я знаю. Что касается аналогии, о которых вы сказали, действительно аналогии всегда присутствуют на уровне метафоры. Они, естественно, не говорят о том, что что-то повторяется точь-в-точь. Ну, например, и особенно если мы посмотрим детали, если мы сравниваем с Германией. С одной стороны, конечно, 24 февраля первое, что мне пришло в голову, когда я услышал об этом известии ужасном, это слова из песни знаменитой и знакомой нам с детства. Киев бомбили, нам сообщили, что началась война. Да, только теперь эту войну начали не гитлеровцы, а путинцы. Эту войну начала Россия. И это, конечно, ужасный такой... Знаете, когда я говорю об этом, у меня всякому горле становится, правда. Но, с другой стороны, если мы посмотрим 22 июня, 23 июня, что происходило в Берлине? Ничего. Они радовались начала войны, они поддерживали своего, так сказать, фюрера и шли на эту войну, потому что они считали, что они в ней победят. Так обычно начинается война. Она начинается с большого патриотического подъема в столице и вообще в стране, которая начала эту войну. А в России этого не было, поверьте. Я тогда находился еще в Москве. Отлично помню, что в Москве в первые дни после 24 февраля происходила сущая паника, когда люди бежали в банкоматы, снимали там деньги. И это происходило круглосуточно. Могли стоять около входа в банк и видеть, как люди идут в 11 часов ночи, в 12 часов ночи. Главное – снять деньги. Начались очереди в магазинах, начались драки за последнюю пачку гречки, за лекарства в аптеках и так далее. А дальше уже совсем через еще неделю полетели самолеты в Армению, в Стамбул, начались дополнительные рейсы. И вы помните, сколько людей только тогда выехало. Мы не можем себе представить, чтобы немцы из Берлина бежали в Швейцарию 23 июня. Да, это произошло чуть позже, но это все-таки потребовало какое-то время. А вот эта история, она не имеет никаких прецедентов, произошедшие 24 февраля и позднее. Не имеет никаких прецедентов в нашем прошлом. Потому что нигде ни одна война еще не начиналась с паники столицы-агрессора. Это важный момент. Мы о нем уже забыли за всеми теми событиями, которые произошли в эти 9 месяцев. Но это очень важное показательное явление. И даже там понятно, что забрали какой-то концерт Лужников, как вы помните, и там что-то такое. Но эти ликования, они звучали в гробовой тишине, если так можно выразиться. Понимаете? На самом деле народ уже тогда безмолвствовал. А кто-то, наиболее, естественно, умные, наиболее критически мыслячие, они уезжали, а они понимали, что эта война не их война. И они признали этого с самого начала. Это беспрецедентная история. Она не имеет аналогов нигде. Ни в немецкой истории, ни в какой-либо другой. Понимаете? Это то, что происходит сейчас. И таких примеров еще более чем достаточно. Поэтому, конечно, я думаю, что... Но главное, главное, что мы должны здесь понимать, что это самая бессмысленная и беспощадная война в нашей истории. Это война, которая происходит с нами сейчас, которая меняет нашу жизнь, которая будет влиять на наше будущее и будущее наших детей и внуков. И, к сожалению, не самым ужасным образом с точки зрения последствий этой войны. Вы написали очень интересную, доходчивую статью. Скорее, это даже ваше размышление и измышление на тему того, что нужно делать россиянам, которых действительно заботит будущее России. Не прошлое, не славное, советское прошлое, славное имперское прошлое, а будущее. Василий, я, с вашего позволения, буду, знаете, вам, может, не столько вопросы задавать, сколько цитировать вас и просить вас объяснить, что вы имели в виду. Первое, вы пишете о формирующейся в наши дни новой диаспоре русских европейцев. Что вы имеете в виду? Смотрите, все те люди, которые уезжают сейчас из России, а их уже, на самом деле, ну, наверное, уже скоро будет около миллиона, а может быть, уже сейчас более миллиона, эти люди в основном видели Россию как часть Европы. Они видели эту Россию как носителей европейской культуры, прежде всего. А они при этом понимали, что Россия без европейской составляющей не может существовать. И сейчас они наблюдают крах своей стране и этого проекта. Крах своих надежд на то, что Россия когда-нибудь, понятно, что это было сложным путем, все понимали, что Россия находится где-то на периферии Европы, что это не Франция, не Англия, не Германия, что ей еще долгий путь предстоит. Но все-таки этим путем как-то двигались, понимаете, что-то развивали в разных областях. И медленно, но верно, так сказать, двигались в этом направлении. Сейчас эта война, конечно, перечеркнула европейские перспективы России, очень надолго, очень надолго перечеркнула. И люди, которые уехали из России, уехали не обязательно, кстати, в Европу, уехали, например, в тот же Казахстан или в Армению, или куда-то еще, они, конечно, унесли с собой часть этой европейской России. И они, разговаривая на русском языке, при этом являются носителями европейской русской культуры. Именно в этом качестве они являются русскими европейцами. Это особый субэтнос, который сейчас вычищается из России, вымывается из России, понимаете? Но его важно сохранить, потому что все самое ценное, что было в русской культуре, это была европейская космополитическая культура. Я могу привести вам простой пример. Вы знаете, что у нас есть два современных писателя на букву «П». Один Пелевин, а другой, простите меня, Прилепин. Да? Это два разных полюса на самом деле. Один писатель является частью русской, но и вместе с тем космополитической культуры. Я имею в виду Пелевина, естественно. Я знаю, что в Украине его до сих пор читают. Несмотря на войну, никакой отмены русской культуры в этой части не происходит. Ну а про Прилепина, я думаю, говорить не стоит. Но давайте посмотрим, а кто с точки зрения русской культуры имеет большее значение? Пелевин или Прилепин? Прилепин, извините меня, сидит в подвале у Пелевина. А сейчас происходит следующее. Значит, Прилепин поднялся из этого подвала и начинает, так сказать, командовать на Капитанском мостике. Понимаете? Это что? Это крах европейской космополитической русской культуры. И единственное место, где его можно сохранить, если ничего не поминается внутри страны, это будет, естественно, Европа и другие страны, где будут жить русские европейцы. Вот что я имел в виду в этой связи. Также Вы говорите о том, что после практически неминуемой катастрофы нам предстоит изобретать Россию заново. И начинать это делать надо уже сейчас. А как Вы думаете, что сейчас нужно начинать делать? Я думаю, сейчас нужно думать о идее, создавать эти идеи. Понимаете? Вот как раз это мы можем себе позволить уже сейчас. Например, простая вещь. Это касается непосредственно русско-украинских отношений. Где начинается русская история, собственно говоря? Я все-таки историк по своему базовому образованию. Для меня это очень важный момент. Понимаете? Эта война произошла, как Вы знаете, из-за очень специфических взглядов на историю нашего до сих пор живого лидера. И, значит, этот лидер, он же не сам это все придумал. Ему это, так сказать, предиктовала какая-то историографическая традиция. Пусть превратно понята, пусть, так сказать, немножко еще дополнительно извращенная. Труды Ильина в том числе. Ну, это Ильин-то это ладно. Там главное, конечно, Карамзин, Соловьев, Глючевский. Это вот эти три столпа еще в XIX веке, собственно, сформировали представление о том, откуда пошла русская земля, условно говоря. Но, например, вот еще один такой вам пример приведу. Есть государственный исторический музей, вы знаете, на Красной площади находится. Этот музей, кстати, был открыт еще при Александре III в Москве. Так вот, там есть в одном из первых залов, посвященный Древней Руси, значит, макет типичного древнерусского города. Как вы думаете, какой это город? Это Киев. И этот макет, он еще в 90-е годы XIX века был сделан. Так вот, с тех пор он там и стоит. И, собственно говоря, поколение россиян приходит и видит типичный русский город – это Киев. И, соответственно, они уже по-другому не смотрят на Украину, как на часть России, как на, так сказать, собственные российские земли. Что совершенно в корне противоречит реальности, в которой мы живем, где Украина, независимое государство, которое существует отдельно от России, никогда уже к нему, никогда не присоединится. Понимаете? И, соответственно, нужно что-то переосмыслять в собственной истории, что-то, так сказать, по-новому придумывать в отношении того, откуда мы, собственно, происходим. Понимаете? Это целая задача. Это задача не для одного человека, задача для целых, так сказать, школ, которые могут здесь построены быть. Понимаете? И ее нужно начинать делать сейчас. Это только один пример. Я уж не говорю там, например, о том, в каких границах мы представляем себе Россию. Вы же знаете, что наш, так сказать, президент отменил границы России. Да, он сказал о том, что Россия не заканчивается нигде, да? У России нет границ. Да, да. Только он не учел один фактор, что это может истолковано быть как в ту, так и в другую сторону. Понимаете? Понимаете? И теперь это может быть истолковано в обратную сторону. И так далее, и так далее. Понимаете? Я уж не говорю там о том, а что такое вообще Россия? Что это? Это страна русских или, например, страна всех народов, населяющих Россию? Как быть татаром в России? Они русские или нет? Как быть бурятом в России? Они русские или нет? Все эти вопросы, на все эти вопросы нужно уже искать ответы сейчас. Понимаете? И это можно делать, на самом деле, где? В университете. Это можно делать на университетской кафедре, прежде всего. Потому что именно ученые, именно гуманитарии, так сказать, создают новые смыслы. Они пытаются как-то переосмыслить окружающую их действительность и предложить новые конструкции, которые будут работать в новом столетии. Вот, наверное, это задача изобретения России заново. Ее действительно придется придумывать заново. Потому что та Россия, которая сейчас напала на Украину, она обречена погибнуть. Тем не менее, Василий, ваша цитата из вашей статьи. Критически мыслящее меньшинство бежит из страны или садится в тюрьму. Довольно скоро это общество будет состоять из семей ветеранов боевых действий или их вдов и сирот. Они никогда не признают своей ответственности за совершенное коллективное преступление. Так, а как тогда на этой почве изобретать Россию заново? Это должно делать критически мыслящее меньшинство, которое всегда в России определяло ее будущее. Это было и в 19 веке, это было и в 20 веке, это будет и в 21 веке. Понимаете? Не нужно ориентироваться на эту массу людей, которые даже общество не образуют. Это население. Понимаете? Это даже не общество. В России нет общества. Общество так и не заявило о себе. И мы с вами пока не имеем основания видеть и предполагать, что это общество существует в России. Понимаете? Мы можем сколько угодно себя утешать. Говорят, что мы что-то не видим. Если мы не видим, скорее всего этого, извините, нет. И поэтому эти люди, да, они останутся. Они будут жить в своих представлениях. С одной стороны, они будут оправдывать себя, естественно. Они будут придумывать всякие, уже придумывают всякие там ходы. Что их спровоцировали. Понимаете? Что их, значит, там еще что-то... Одурманили, напичкали пропагандой и так далее, да? Это ладно, что их просто вот, что на самом деле Запад их спровоцировал на эту войну. Например. Такой вариант тоже возможен. И он будет очень популярен в определенных кругах. Я вас уверяю. Они будут говорить, что это не мы, мы ни на кого нападать не хотели. Но вот мы такие, знаете, наивные, ваньки, мы, значит, взяли и напали. Вот. И, извините меня, обделались на весь мир. Ну, это, так сказать, такой вариант очень по-русски будет звучать. Но, смотрите, эти люди, другие люди будут просто в комплексе неполноценности. Потому что они будут понимать, что они... Ну, просто вот то, что совершили сейчас российские войска, вы знаете, на территории Украины, уже, я не знаю, у меня не хватит пальцев рук, чтобы перечистить все преступления, которые совершены на территории Украины. Сейчас вот Херсон освободили. Вы же понимаете, что там тоже что-то найдется наверняка. А до этого был Изюм, до этого была Буча, был Ирпейн и так далее. Понимаете? Мариуполь, в конце концов, в руинах лежит. Это же все, это же страшные преступления. Понимаете? Из-за них, конечно, какая-то другая часть общества просто будет находиться в ужасном таком... в депрессии, потому что из этого уже трудно выйти. Ну и, наконец, просто люди, извините, по русской традиции будут пить водку, да, или там использовать наркотики. И это тоже вообще в России алкоголизм и наркомания и так достаточно высоки. Но после этой войны, я думаю, что это все увеличится многократно. Поэтому вот это поколение, живущее сейчас, если говорить о массе населения, я не имею в виду, так сказать, какие-то меньшинства критически мыслящие, которые могут что-то предлагать уже сейчас. Я имею в виду массу людей. Конечно, от нее ждать ничего не приходится. И от их детей, к сожалению, тоже, потому что дети не смогут отказаться от своих родителей. А вот внуки уже там можно будет во что-то играть. И важно в этот момент, в этот момент, в этом критически мыслящем меньшинству начать развивать и строить новые системы образования в России. Школьного образования, университетского образования. Чтобы вот внуков отобрать из этих семей и обучить их другому, понимаете? Чтобы уже, ну, мы же тоже видим в Германии, это тоже так же было. Немцы ведь, они склонили голову, так сказать, вниз, так сказать, очи долу, да, так сказать, но при этом они же долго не признавали своей вины. На самом деле реальное осознание коллективной ответственности немцев за преступления Второй мировой войны пришло только в 80-е годы. Понимаете, 40 лет спустя, когда как раз появилось поколение уже внуков. Дети там какие-то бунтовали, а кто-то, наоборот, шел в реваншистские партии. Это было очень популярно в ФРГ, там, в 70-е годы. А вот в 80-е годы, позднее, уже поколение внуков, да, оно начало осознавать реально свою ответственность. И сегодняшняя Германия, она действительно освободилась от этой вины, и она, скажем так, с другой стороны осознала свою ответственность за произошедшее. Поэтому не нужно ждать скорых результатов и здесь. Даже если мы завтра из каждого утюга будем вещать о том, что на самом деле все не так, что сделает россиян, он просто перестанет верить во что-либо. Он и так особенно ни во что не верит. Но, понимаете, после этого крушения пропагандистской машины, которая нас ждет, он просто будет говорить, мне все врут, да, он не будет ничего доверять. А вот его внуки можно, вот с ними уже можно будет работать, потому что там будет важная развилка. С одной стороны, они могут под влиянием рессентимента своих старших родственников, так сказать, попытаться вернуться и взять реванш, да, так из Сирии можем повторить, да. А с другой стороны, если будет работать к этому времени нормальная система образования, можно воспитать в них реальное осознание коллективной ответственности за эти преступления. Это уже будет не просто слова сказали какие-то, это будет уже осмысленное поведение. А как Вы считаете, как в этом случае общество должно трансформировать средства массовой информации? Смотрите, средства массовой информации у нас играют непропорционально такую монополистскую роль. У нас средства массовой информации монополизированы. Вы понимаете, что у нас есть первая кнопка, вторая кнопка, третья кнопка. И так это было, кстати, в 90-е годы. Собственно, благодаря этим трём кнопкам пришёл к власти Путин в 2000 году. И, собственно говоря, управление страной происходит через эти три кнопки на телевизоре. А вот главное, что, мне кажется, нужно сделать здесь, это демонополизировать средства массовой информации в России. Во-первых, не должно быть никаких государственных каналов. Каналы все должны быть частные. Во-вторых, должен быть доступ международных каналов. Например, там CNN, BBC, Euronews и так далее, и так далее. Понимаете? И это должно быть доступно в базовом пакете. Да. Во-вторых, наверное, нужно перейти к нормальной практике, как это делается во всём мире. Есть информационные каналы, есть каналы другие. Значит, есть там каналы про путешествия, есть каналы про детективы, есть каналы про комедии и так далее. А есть канал информационный. Да, вот, допустим, есть несколько информационных каналов. И они действуют на территории страны. И эти каналы финансируются из разных источников и принципиально имеют разное содержание. Да, как, например, у нас есть CNN, есть Fox News. Это разные каналы в Америке. И у одного есть аудитория, у другого есть аудитория. И они могут перемешиваться. Так вот, и здесь должна быть такая ситуация. Не должно быть больше монополии на средства массовой информации, которое сложилось ещё в 90-е годы у нас, и которое только укрепилось во времена Путина. И которое, к сожалению, приводит к тем результатам, которые мы видим. В истории Соединённых Штатов Америки, которые так не любят нынешняя кремлёвская власть, не было диктатуры. Ну, не было же, да? Ни разу ни один президент не становился диктатором, не вносил правки в Конституции. Не менял строй, режим и так далее. А почему так? Почему в России... Ну, вот просто на примере я прекрасно понимаю, что Россия — это не единственная страна, где даже в нынешнем, в 21 веке процветает диктатура, да? Но почему в каких-то государствах и у каких-то народов это невозможно, а в каких-то вот вполне? Это очень сложный вопрос. Я могу вам сказать сразу, я могу поделиться другим своим впечатлением. Когда я жил в Великобритании, я понимал, вот в какой-то момент я осознал, сидя где-то в кафе в Манчестере, по-моему, я осознал, что я нахожусь на земле, которая не знала ни нацизма, ни коммунизма. И это единственная земля в Европе. Понимаете? Вот на этой земле, на земле Великобритании, на территории Англии не было ни нацизма, ни коммунизма. И тоже, на самом деле, там, ну, конечно, там есть диктатуру Кромбеля, но с тех пор, это уже, извините, 300 с лишним лет, никакой диктатуры, по большому счету, не было. Да, это особенность англосаксонской культуры, у которой, на самом деле, конечно, нужно учиться всем, не только в России, мне кажется, но это важно. Кстати говоря, вы знаете, что англосаксы сейчас от ругательства. Безусловно. Раньше были же масоны, сейчас, значит, англосаксы. Да, но у нас все что-то через дивизия должно быть такое страшное. Но, на самом деле, если говорить серьезно, то вот эта англоязычная культура, которая, кстати, занимает добрую половину мира, потому что к ней относятся также Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР в известной степени. Да, значит, это особый мир политической культуры, который реализовал в максимальной возможной степени республиканские и либеральные идеи нового времени. Это не значит, что там все идеально. Мы понимаем с вами, да, там тоже бывают всякие проблемы. Хотя вот сейчас, буквально сейчас, замечательное мы наблюдаем действие, да, вот посредствия этого действия. Вы знаете, что недавно совсем закончились выборы, парламентские выборы в США. Да, и все ждали, что продолжится вот этот раскол, который наметился в 2016 году в момент выборов Трампа и продолжился в 2020 году, когда вот Америка оказалась поделена на два непримиримых лагеря. И эти лагеря все дальше и дальше расходились друг от друга, что не свойственно американской политике, потому что американская политика следует старому аристотельскому принципу. Нужно добиваться с ближением экстримов, понимаете? Нужно не экстремальные позиции занимать, как, например, в России всегда. Да, вы занимаете максималистскую какую-то точку зрения и с нее требуете либо все, либо ничего. Да, нет, там совершенно по-другому. Там дебаты устроены так, и это приучают со школы детей, между прочим, что нужно искать сближение, нужно искать компромисса, нужно искать какой-то следильной точки. Так вот, вроде бы это сломалось в американской политической культуре, как многие уже говорили, после 2016 года. И что мы видим сегодня? Вот 8 ноября прошли выборы США. Все радикалы потерпели, с обеих сторон потерпели поражение, а срединная оппозиция возобладала. Значит, вот это произошло, так лодку покачало немножко, и будем надеяться, что она выровняла свой курс, понимаете, и следует в своем привычном фарватере. Вот на самом деле, конечно, всему этому нужно учиться. Этому нужно учиться, и, конечно, в России тоже. На самом деле, в России, между нами говоря, ну, особенно в Москве, в Петербурге, очень большая мода в последние 10 лет, наверное, на все британское. Начиная там от пабов и заканчивая там манерой одеваться и многими другими вещами. Я уж не говорю о том, что какие группы люди слушают музыкальные и так далее. Вот. Мне кажется, что теперь нужно переходить в более сложные задачи. Нужно копировать не только внешние вот эти вот атрибуты англо-американской культуры, но и понимать суть их политической структуры и понимать, насколько она универсальна и насколько она может быть полезна и применима в том числе в России. Вы говорили о том, что были в Британии, и там вам подумалось о том, что эта страна не знала ни нацизма, ни коммунизма. А мне подумалось о том, что Россия же коммунизм так и не осудила. И сейчас сравнивать Сталина с Гитлером в России — это статья, за это можно сесть в тюрьму. Как вы думаете, вот этот факт, вот факт того, что не было такого чётко артикулированного осуждения, какой-то дискуссии общественной, хотя бы по поводу отношения к этой части истории, коммунистической, я имею в виду, не могло ли это тоже как-то косвенно привести к тому, что сейчас в России процветает этот путинский режим? Безусловно. Безусловно, об этом хорошо написал мой коллега Николай Апре. У него недавно вышла об этом книга в России. Кстати, как ни странно, она продаётся до сих пор в России. У них всё-таки руки не такие длинные, как у советской власти. Они сейчас слишком завязли в своих этих баталиях на фронтах, что иногда какие-то вещи они не могут контролировать полностью внутри страны. Слушайте, чтобы книгу запретить, её нужно прочитать. А я просто думаю, что если бы у власти были читающие люди, то и не было бы этого режима, наверное. Может быть и так, может быть даже и так. Но смотрите, главное, конечно, что не только не был осуждён коммунизм как таковой, но тогда, в 80-е годы, ещё были живы палачи, которые пытали там, академика Вавилова, которые убивали других людей. Они все ещё были живы. И можно было вполне их осудить в прямом смысле. То есть мы же знаем, что по нацистским преступлениям срока давности нет. И ещё в прошлом десятилетии случались иногда процессы, и фонд Симона Визенталя находил этих людей по всему миру и предавал, так сказать, отправлял на скамью подсудимых. Да, этого не произошло, к сожалению. Никто не осознал ни своей индивидуальной ответственности за это. Ни коллективной ответственности. Понимаете? Это очень большой промах. Это очень большая проблема. Но поэтому, почему она произошла? Потому что, на самом деле, власть-то тогда перешла из рук одной части номенклатуры к другой. На самом деле. Причём к той части номенклатуры, которая была, на самом деле, ну, скажем так, как бы выразиться, попроще, что ли, пониже статусом. И они просто вообще не думали об этих вещах. Если, условно говоря, такие люди, как Александр Яковлев, как Михаил Сергеевич Горбачёв, как Анатолий Черняев, который работал советником Горбачёва, они понимали эти вещи и могли как-то приближаться к их решению, то люди в окружении Ельцина об этом, конечно, уже меньше думали. Они думали о личном обогащении. И мы видим, к чему это привело. Поэтому, да, безусловно, те преступники уже, к сожалению, не могут быть осуждены, потому что они уже, конечно, за эти 30 лет уже отправились в мир иной давно. Но вот сейчас мы не можем допустить того, чтобы, тем более сейчас, вы знаете, в новых условиях можно установить личность преступника гораздо проще. И гораздо проще довести это всё дело до суда. Вот когда дойдёт до этого, мы не должны пропустить никого, понимаете? И без срока давности искать и, так сказать, судить всех этих людей, кто сейчас устраивал эти преступления. Василий, я вам очень благодарен за это интервью. Вы знаете, общаясь с вами, я всё время думал о том, что у диктатуры, у тоталитарных режимов есть одна особенность. В какой-то момент они обязательно запускают свои грязные руки в историческую науку. Я вам искренне желаю, чтобы в дело всей вашей жизни и в науку, которой вы посвятили свою жизнь, никто никогда больше не запускал свои грязные руки. Спасибо вам большое и всего доброго.